Сегодня мы поговорим об основных критериях выбора товара для продажи на Амазон по стратегии онлайн-арбитраж. Для того, чтобы успешно реализовывать стратегию онлайн-арбитраж, мы должны точно определить критерии подбора товаров, которые мы собираемся продавать на Амазон, и в дальнейшем строго соблюдать эти критерии. Ссылка на их список будет внизу видео. Сейчас мы перечислим эти критерии и разберем каждый из них. Первый критерий. Амазон не является продавцом на данном листинге. Смысл этого критерия очевиден. Сложно конкурировать с собственником ресурса, который определяет правила распределения трафика продаж в Buybox. Конкурировать с Амазон, если он является продавцом товара в листинге, возможно только за счет снижения цены. Демпинг не является целью нашей деятельности. Второй критерий. Это минимальная цена продажи лота по FBA не менее 18 долларов. При планировании нашей деятельности мы ограничиваем минимальную доходность условно в 5 долларов за лот. Поскольку у нас общий доход от продажи этого лота распределяется на закупку товара, транспортировку товара, оплату налога Амазон, оплату складских услуг FBA, а также на оплату банковских услуг. То существует минимальная цена, которая позволяет нам выдержать наш план. Мы условно определяем ее в 18 долларов. При более низкой цене за лот заработать 5 долларов будет мало реально. Третий критерий. Это соответствие товара коду UPC. Поскольку мы используем готовые листинги и мы не принимаем участие в их создании, мы не можем быть уверены в том, что составитель листинга не ошибся при заполнении данных или при редактировании листинга и верно указал код товара UPC. Для нас такая ошибка носит критический характер, поскольку получается, что товар, который мы купили и привезли на склад Амазон, не соответствует данным регистрации в международных системах кодов товаров. Продолжение следует... Четвертый критерий. Рейтинг продукта более 3,5 звезд. Рейтинг продукта отображается суммой всех клиентских отзывов от 0 звезд до 5, поделенных на общее количество отзывов. Если рейтинг товара ниже 3,5, то это говорит о том, что товар по своим потребительским свойствам не соответствует требованиям как минимум 30% покупателей. И этот критерий указывает на уровень наших расходов по возвратам и заменам товара. Товары с высоким уровнем таких расходов мы стараемся не покупать и не продавать их на Амазон. Пятый критерий. Количество отзывов по товаре. Количество отзывов по товаре должно быть не менее пяти. Это достаточное количество для того, чтобы исключить случайные или несоответствующие действительности, ошибочные или фальсифицированные отзывы. Шестой критерий. Количество продавцов FBA на листинге должно быть более трех в истории листинга и менее шести конкурентоспособных в данный момент. Применение этого критерия позволяет нам решить две проблемы. Наличие минимум трех продавцов в истории байбокса отсекают листинги private label с высокой вероятностью. Как правило количество продавцов private label редко превышает в три. Верхнее ограничение в шесть селлеров снижает уровень конкуренции в байбокс на этом листинге до приемлемого для нас. Конкурентоспособным считается продавец, цена которого не более чем на 2-3-5% превышает цену байбокса и его товар находится в наличии на складе Amazon или в ближайшем отдалении. То есть движется в сторону склада Amazon. Что мы можем увидеть по срокам отгрузки товара. По отличию его отправим. Критерий седьмой. Количество конкурентоспособных продавцов FBA из оговоренных выше шести не должно превышать трех. Следует учитывать, что есть конкуренты, у которых количество отзывов превышает 300-500. Амазон отдаёт им преимущество при распределении трафика до тех пор, пока наши метриги не вырастут до такого же уровня. Атрибут восьмой. BCR в процентах. Не должен превышать 7-10%. Атрибут BCR, бестселлер-рэнк. На Амазоне является важной характеристикой товара, которая отображает частотность продаж данного товара в категории. Чем лучше продаётся товар, тем ниже бестселлер-рэнк. Товар с бестселлер-рэнк 1 занимает первое место в ранжировании товаров в категории. Если в категории 1111 товаров, то товар с бестселлером 1111 занимает в ранге товаров последнее 1111 место. Девятый критерий рентабельности инвестиций. Рой. Каждый определяет для себя сам свою желаемую рентабельность. Как правило, этот уровень рентабельности должен быть не менее 20% в месяц. Десятый критерий. Это отсутствие вариаций в листинге. Наличие вариаций отрицательно скажется на количестве продаж и на продолжительности жизни такой вилки. Поскольку ценообразование для каждой вариации формируется независимо. Если официальный дилер марки присутствует или снова появляется на некоторых вариациях, тогда становится очевидным завышение цены того же товара с небольшими отличиями. Одиннадцатая вариация. Вес товара до 4 фунтов. Максимальный вес стандартного малого почтового отправления в почтовых службах США составляет 4 фунта. Товар такого веса будет генерировать минимальные затраты по хранению FBA и по транспортировке этого товара к покупателю. Соответствие этому критерию желательно, но если финансовые показатели продукта соответствуют нашим требованиям, этим критериям можно пренебречь. Одиннадцатый критерий. Размеры изделия не должны превышать 13-13 на 13 дюймов по каждой стороне. Максимальный габарит стандартного малого почтового отправления в почтовых службах США составляет 13-13 на 13 дюймов. Товар такого габарита будет генерировать минимальные затраты по хранению FBA и по транспортировке к покупателю. Соответствие этому критерию желательно, но если финансовые показатели продукта соответствуют нашим требованиям, этим критериям можно пренебречь. Тринадцатый критерий. Условное количество продаж должно быть не менее 20. Количество продаж мы можем определить по количеству падений графика BCR за месяц. Зеленая колонка, нижняя цифра 41 per month. Каждое падение графика BCR может соответствовать одной или нескольким продажам. Ориентироваться мы должны на то, что объем закупочной партии должен соответствовать 30, максимум 60 дням реализации партии товара. Соответствие этому критерию желательно, но если финансовые показатели продукта соответствуют нашим требованиям, этим критериям мы также можем пренебречь. Четырнадцатый критерий. Прибыль за один лот не менее 5 долларов США. Мы условно определили уровень нашей доходности 5 долларов на одном лоте. Однако за счет количества продаж выполняются другие финансовые параметры, то этим критериям также можно пренебречь. И наконец пятнадцатый критерий. Возможность получения инвойса от поставщика, который нам будет необходим в случае запроса от Amazon, является строго обязательной. В процессе работы на Amazon возникают различные случаи, когда Amazon может попросить у нас инвойс на продаваемые нами товары. Причиной запроса может быть или рандомная проверка, или жалоба покупателя, жалоба собственника, или представителя бренда, или третьего лица. Наличие инвойса или возможности его получения является строго обязательной. Причиной запроса может быть или рандомная. Причиной запроса может быть или рандомная. Критерий 16. Используем листинги только с BuyBox. На Amazon существует два типа листингов. Это листинги с BuyBox и листинги, которые не имеют BuyBox. BuyBox это опция от Amazon, которая говорит о том, что Amazon доверяет товару, размещенному на листинге. И Amazon доверяет тем продавцам, которых он размещает в BuyBox. Визуально эти листинги отличаются тем, что на листингах с BuyBox мы видим две желтые кнопки купить сейчас и добавить в корзину. И присутствует услуга быстрой доставки Prime. На листинге без BuyBox таких кнопок нет. Вместо этого есть белая кнопка посмотреть все варианты покупки. И услуга Prime отсутствует. Статистика продаж на Amazon говорит о том, что на листингах с BuyBox более 80% покупок совершается нажатием кнопки купить сейчас или добавить в корзину. При нажатии одной из этих кнопок покупатель автоматически начинает процесс покупки у кого-то из продавцов, имеющих право на размещение в BuyBox. Amazon, согласно своему алгоритму ранжирования продавцов, выделяет время в BuyBox всем продавцам, имеющим на него право. Преимущественное право на BuyBox имеют продавцы, торгующие при помощи автоматизированных складов Amazon. FBA При нажатии на кнопку посмотреть другие варианты покупки на листингах без BuyBox, покупатель видит список всех продавцов, которые продают товар на данном листинге и вручную выбирает кого-то из них. Таким образом, если мы размещаем свой товар на листинге с BuyBox и правильно рассчитываем уровень конкуренции, мы имеем гарантированный трафик, который соответствует рейтингу наших метрик. При размещении товара на листинге, которые не имеют права на BuyBox, мы вступаем в конкуренцию со всеми продавцами на листинге, не имеем гарантированного трафика и можем получить продажи только за счет более низкой цены, имея большие затраты, чем имеют продавцы FBA. Или случайно. Критерий 17 Устойчивое состояние листинга в течение 2-3 последних месяцев Большинство листингов на Амазон не являются чем-то постоянным. Листинги живут своей жизнью. К листингам прикрепляются новые продавцы, открепляются старые. Продавцы, присутствующие на листинге, корректируют предлагаемую ими цену продукта, условия доставки и многое другое. Поскольку реализуя стратегию онлайн арбитраж, мы покупаем партию товара и вкладываем деньги, мы должны обдуманно относиться к выбору товаров для продажи. Мы должны стремиться выбирать устойчивые листинги, на которых в течение последних двух месяцев не происходит радикальных изменений по цене товара, по количеству и составу присутствующих продавцов. Таким образом, мы стремимся продавать товары на тех листингах, которые имеют предпосылки к относительно долгому существованию. Продолжение следует... Продолжение следует...